Есть известный аргумент Сёрли, который называется китайская комната, который был им изначально направлен против теста тюнинга и направлен против того, чтобы доказать, что машина мыслить не может. И он его сформулировал в таком виде. Что такое тест тюнинга? Известно, что если посадить машину, которая будет давать ответы на вопросы людей, если человек по этим ответам не определит, что перед ним машина, а человек, значит можно считать, что машина прошла тест на разумность. В принципе, сейчас огромное количество программ уже близко подходит и проводятся соревнования. То есть уже очень близко. Это как бы возмутило Сёрли, который считал, что не может машину думать. И он придумал такой аргумент, такую притчу, которая показывает, что даже если тест тюнинга будет пройден, то это вообще не говорит о том, что есть ли у нас мышление или нет. Вот смысл. Он ищет вот этот иероглиф то-то, то-то, и там инструкция. Книга инструкции. Книга инструкции, в которой он по этой инструкции делает, составляет иероглифы в том порядке, как в инструкции было написано. Передает назад китайским экспертам. И китайские эксперты, смотрив разумительные ответы на китайском языке, проведя множество-множество тестов, они заключают. Там внутри разумный кто-то, кто разумно отвечает на... То есть они приходят по самому свидетельству Сёрли, то есть в этом аргументе, китайцы признали, признали по ответам, что там разумное существо. То есть Сёрли сделал эксперимент, что ли? Нет, не эксперимент, это мысленный эксперимент. То есть по условиям мысленного эксперимента у него эта комната прошла тест тюринга. И тут выходит из этой комнаты Сёрли и говорит, а нет, я когда перекладывал эти, я вообще китайские не знаю. То есть это доказывает то, что можно выполнять разумные операции даже не обладая никаким разумом. Вот. И тест тюринга ничего нам не доказывает. То есть если бы тест тюринга нам доказал, то я бы был, знал он китайский. Я не знаю китайский. И все долго-долго обсуждали этот парадокс. Сам Сёрли даже приводил пример, что, допустим, что у нас книга правил есть нечто, даже в дословную стату вижу, в данном случае книга правил есть нечто иное, как компьютерная программа, да? И множество людей. А что с этим? Уже три тысячи, десятилетия, или сколько там, четыре обсуждают это. Но проблема-то в том, что Сёрли-то не прошел тест тюринга. А тест тюринга прошла эта программа. А Сёрли работал драйвером, ввода-вывода. Или операционной системой. То есть, допустим, у нас в компьютере есть программа, либо программа интерпретатором. То есть, допустим, у нас в компьютере есть программа, которая может ответить на все китайские вопросы. А Сёрли был всего лишь интерпретатором этой программы. Он не знал, что эта программа делает. Он просто переводил в коды, он принимал коды, переводил, работал драйвером ввода, переводил их в коды, доступные этой программе. Программа делала ответ. И он их передавал назад. То есть он работал драйвером водо-вывода или программой интерпретатора. А если... То есть вообще этот китайский комбинат ничего не говорит о тесте Тюринга. И об интеллекте. Ничего не говорит. Он просто допустил, что некая программа прошла тест Тюринга. Ну, значит, она разумна. Или неразумна. Но это уж как тест Тюринга оценивать. Но именно сам аргумент сегодня ни о чем. То, что... То есть можно прямо так сказать, что... То, что программа интерпретатора или программа драйвер не знает, что творится программа, которую интерпретирует, это мы и без него знали. И то, что она может переводить, скажем, вот мой компьютер... Я не знаю китайский, но если он... Ну, вот, привет, если он не знает, это китайский, но это не имеет никакого отношения. То есть в данном случае, вот тот разговор, который он удержал, те правила были... А, вот я не знаю семантику, вот китайского языка, и вот все равно берет. Но тот, кто составлял эти правила, знает семантику. И составил так умно эту книгу, что он вложил в нее достаточный разум для того, чтобы адресить на вопросы экспертов. А сегодня совершенно ни при чем. Вот. Такой... Тема, это под названием, как Серб работа драйвером года думает. Не, действительно много в сундах. Да, но... Да, но по сути, это вообще ничего там, суждать нечего. Ну, надо подумать. Смотрим. Ну, хорошо. Ну, что, здесь еще чуть-чуть. Серб пока нет. Нет, ну, то есть, что? Тест теории, программа может пройти или не будет? Ну, прошло это в какой-то степени. Достаточно здесь просто, чтобы какая-нибудь программа прошла. Но дело в том, что... Здесь вопрос, прежде всего, скажем так, в вопросе определения, что такое интеллект. Если мы считаем, что назовем интеллектом то, что Юси Бабкин на заладонке, или на скамейке у подъезда, то да, в принципе, мы составим такую программу, которая на уровне знаний бабки ответит на все вопросы, а на что не знает, ответит в том, что она знает. Нет, 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 стоп, стоп, не знаю. То есть, а если мы считаем интеллект то, что мы называем интеллектуальной деятельностью, интеллектуальную деятельность, а интеллектуальную деятельность мы называем творческую деятельность, то тогда тестирует здесь ни при чем вообще. Он вообще не тестирует творчество. Он тестирует всего лишь адекватность реакции на какие-то вопросы. То есть запрограммировать, то есть ввести максимум вопросов, вести максимум ситуаций, семантические базы данных сейчас есть, просто миллиардные. Плюс алгоритм, который будет шутить и отвечать вопросы, отвечать вопросы парадоксальные, и всё проходит так стиль. Но это не имеет никакого отношения к интеллекту. Так же как банка, не имеет никакого отношения к робототехнике. Если робот сможет на стимулы отвечать адекватно, то может быть создать такой робот, который будет довольно адекватным, но допустите себя как человек. Ну, опять же, вести себя как человек определенных в определенных рамках. В задных программах. Потому что он и тому поднимается по тестам тюнинга, не имеет никакого отношения к тесту тюнинга изначально. Ну что такое китайская комната, на самом деле? Это сидят две группы участников. Они сидят здесь, в столе, а вторая сидит на кухне. Туда упор, не знаю кто, мужчина или женщина. И мы начинаем туда записки носить, передавать сообщения. И нам человек на эти записки не тот образом отвечает многие вопросы. А наша задача в самом деле, догадаться, кто там отвечает, мужчина или женщина. Вот в этом сидит тюнинг тайская комната. Именно вот это. Это другой вопрос. Это уже психология, и это не касается вообще. Поэтому, как бы, тест тюнинга, он говорит не то, что ты говоришь, можешь какие-то оправданные суждения выдавать. А в том смысле, что ты можешь своих экспертов вводить точно так же в заблуждение, как это может вводить человек, выдавая себя за женщину или именно с мужчиной. Вот в чем проблема. Обычно об этом люди забывают. Знаете, что называют чудесные тюнинги обычно? Вот теперь. Ну, например, у нас на сайте ты сообщили, что, наверное, назовите второе слово высказыванием типа того, что пространство есть определенная форма опыта. Вот. Вот это, по нашему, на точке зрения, это упорядка. Ну, просто, что вылезть тюнинг. 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 То есть нужно просто написать хорошую программу, которая будет учитывать максимальное количество случаев, ситуаций, а ситуаций, все-таки, как число сюжетов в литературе, конечно. Вот так же ситуации, в которых можно все расписать, все ситуации, которые мы подаем, то есть вопросы, реакции, предоставимости. Получается, что у меня получилось, что серверы в тесто тюнинга не прошел. Нет, это вообще не касается теста тюнинга. В данном случае в тесто тюнинга проходит только машины. Но он вообще, к которому серверы, он даже не прошел. Нет, вопрос так в том, что сам-то сервер сказал, что прошел. Ну вот это не правильно. Вот, в этом-то его была ошибка. Он заходится, когда утверждал, что это не может существовать. Да, надо просто посмотреть. Вполне возможно, какие-то еще слова говорим по поводу теста, что он здесь там сделал. Там же какие-то... Я не знаю. Я не знаю. Сам сказал. Процедура. Слушайте, и полностью прошла тест тюнинга. Я не знаю, может ли это пройти или не может. Это другой вопрос. Но то, что сам сервер вот к этому прохождению и не прохождению не имеет никакого отношения. Вот в чем мой папа своего докона. Что сам сервер к этой проблеме пройдет эта книга, эта программа, то есть тюнинг или не пройдет, он не имеет никакого отношения. Но он посмотрел, что там ещё делал. Он что-то делал. Он же что-то делал. Он только передавал. Он работал и интерфейт. Вот этот человек, который ходит на эту кухню. Да-да-да, вот он бумажки приводил. Он мог незначные эти бумажки. Он просто их передал. Кто-то там сидит, а здесь сидит. Да-да-да. То есть работал драйвером, водом, выводом. Он мог просто сканировать эти хероплики, вставлять. А, да. Вот. Потом распечатал. Там же ещё хитрее дело было в этой китайской комнате. Там на самом деле две комнаты. Ты сидишь в этой комнате, где группа экспертов. А с другой стороны у тебя сидит женщина или мужчина. То есть задача... Это осложнён. Варианты такие варианты. Да. Задача, когда женщина, это доказатель этой комнаты, что она действительно женщина на этой конце. А мужчины как-то все добрые комнаты. Ну то нельзя в таких комнатах они разошлись. Ну, в кого две закрыли, они разошлись. И выводят себя тоже за женщину. И сторона является... И сторона, оказывается, именно победившей. Вот они говорили, что все это все в них. То есть задумает отношения к тюнингу. И получается, что у тебя... Настоящий тюнинг выглядели следующим образом. То есть у тебя как-то две комнаты. В одной у тебя сидит человек, который говорит, да-да-да, я человек. А в другой у тебя стоит машина, которая тоже ведет себя за человека. Вот так задумает. То есть такого не обязательно. Действительно. Вот так. Не, ну иначально вопрос в чём состоит. Можем ли мы человек от машины включить? Не важно, там интеллект, по каким-то параметрам. Вот, вот. Есть машина и есть человек. Ну и задумает. 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 Задачу на творчество. Программа ничего не сотворит нового. Вот и всё. А как мы оцениваем? Сотворила она на военном? Просто думает или нет? Человек, ну и надо присединить. Но он может быть в день. Там молодые дешевле у всех интеллект. Нет, интеллект не важно. Стоять, например, генератор, случайных чисел будет стоять. Будет новая выбора. Каким будет стоять? Знаете, если в интернете генератор этих космотернических текстов? Да? И там нажимаешь, так и каждый раз есть. Кстати, если обращаться к этой теме. Очень часто приводит то, когда, скажем, я говорю, что машина не может сочинить хорошее стихотворение. Там музыку и всё. Нет, как же, пожалуйста. Есть куча действительно стихов, сочиненных машиной. Просто идеальных. Нет нищих человека. А там есть один подвор, который всегда опускается, когда приводят этот пример. То, что машина генерирует тысячи стихов. И плохих, плохих, плохих. И вот среди генерирует тысяч, один может быть хорошим. И этот стих хороший не потому, что машина ему сочиняет, а тот, кто выиграл. Если машине предложить из этой тысячи выбрать, скажем, нет, машина генерирует тысяч, нет, выбери один. Человек выбрал. А когда человек выбрал, это уже не плохо. То есть он определил, что это хорошее. Так с мелодией. Машина может явить кучу мелодий. Человек может выбраться и сказать, вот машина сочинила. Да, хорошее, хорошее, все. А перебором можно действительно даже и Моцарта сороковой симфонии сделать. Но что это является именно сороковой симфонией Моцарта этого уровня, может определить только человек, который выберет из десятков сотен тысяч зачиненных пьес. Понятно, что если это чистая логика, то это шахмат. Да, ничего нового не будет. А когда чистая логика, один вариант, ничего нового не будет, когда перебором и случайным датчиком будет очень много, но машина сможет сделать выбор. То есть, скажем, когда человек даже сам творит, у него огромное количество вариантов, он переписывает, переделывает. То есть это выбор одного из множества делает человек, что машина придется. Поэтому гораздо интересно написать программу, которая из стихов написана Людмила, она выбирала бы шедевр. Вот это было бездорно. То есть просто хопатом, где большое количество командов пишут эти стихи, а машина выбирает из них шедевр. Вот это было бы и настоящий критерий. Вот это как раздать. Это настоящий тест. Здесь вообще некорректно. Машина не машина. Если вы зададите критерий, то что вы считаете? А нет критерий. А это это? Да, поэтому я тут не важно. Но в принципе, мы сформулировать критерий не можем. Но в принципе мы знаем, что Бронский отличается от Тютикина. Мы не можем сформулировать почему. Но массово, массово мы это знаем, значит есть что-то. Вы можете сформулировать, но вы только можете сформулировать. Мы не можем сформулировать. Сейчас, минутку, Толь. Вы можете сформулировать, ну, в таких очень простычных. Никаких. Никаких. Я не могу сформулировать с никаких формальных, чтобы вот написать один, два, три, чтобы отличить вот идеально по структуре стихотворения, отличить Бронского от Тютикина. Не могу. Нельзя со стихотворениями. От Тютикина? От Тютикина. Ну, Сидорово-боро. Да. Есть у пилологов там свои, это... Есть, там и новые ключи. То есть есть правила. То есть можно отличить нарушение стихотворения? Да, можем. А отличить не можем. Это отличается не на уровне формальной лодки, не на уровне формальных правил. Отличается на уровне темпоральности, если у этого темпоральный объем или нет.